Приветствую вас, друзья! Мы продолжаем играть в замечательную игру под названием Rags. У нас уже идет 780-й год, король Геральт. Пока что я не могу еще побить свой рекорд в 50 лет правления. Так, ну что, сразу я уже стартанул, как вы видите, и шепту нам что-то хочет сказать. Ваша рука в проскальзанном змея. Да, проваливай. Замечательный вариант ответа. Эм, ну как бы я бы убрал ее, но у меня нет такого варианта. Да? Гильдия купцов продает товары, которые традиционно изготавливались аббатством. Прекратите это. Так, эм, нет, 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 давайте поднакопим денег пока что. А с религией потом разберемся. Долгих лет королю, я буду молиться о вашем процветании, ваше величество. Ну молись. Тебе же деньги не нужны на этом, молись, молись. А, нужны он куча денег. Забрал, вот говноед. Так, в вашей церкви кризис. С религией требуется реформа. Реформа, надеюсь, деньги не нужны. Так, подождите, если я проведу эту реформу, то у меня что, снизится армия что ли? Ну блин, церкви, религия у нас точнее дохрена теперь. Так что давайте не так быстро. Пока не будем никаких реформ. Пока нормально, пока нормально. Да ты размазня, неправитель. Опять этот болтун психованный. Стража, что-что? Ну давайте не будем стражу. Зазывать пока он ничего не делает. Один раз он выпустил скорпиона, второй раз еще что-то натворил. Ну ладно, будем надеяться, что он ничего такого плохого не натворит. Что-что? У вас самое лучшее развлечение для народа. Это дурацкий весенний фестиваль. Он не так уж плох. Мне нравится. Ну практически идентичный вариант ответа. Но если я скажу мне нравится, то что-то произойдет. Ну давайте скажем, что мне нравится. Так, отлично. Ага, попляшем, как уточки. Пока какой-то дебил издевается над лютней. Прям темные века, стыдоба. Мы и я. Да пошел ты, блин, болтун. Ты мне никогда не нравился. Сумасшедший ты, психованный ублюдок. Пошел за днице. Людям нужна драма, действия, любовные истории для взрослых. Их нужно развлекать. Слушай, ты как-то не особо развлекаешь. Когда ты скорпиона пустил, это было развлечение, чувак? Чем ты говоришь вообще? Ну, давайте скажем да. Итак, назначаю себя главой развлекательного управления. Нет, нет, не стоит благодарности. А если я не согласен? Тогда я ухожу. А вы пляшите на весеннем фестивале, сколько вам влезет. Ну ладно, так уходи. Блин, я не знаю. Я не доверяю, конечно, этому болту. Ну, он совсем какой-то сумасшедший. Так что, наверное, лучше, чтобы он свалил. Свалил. Будем надеяться, что я выбрал правильное решение. Нам нужны деньги на весенний фестиваль. В этом году он будет великолепен. Ну, блин, денег у меня мало. Вопрос в том, сколько... Во сколько, точнее, этот фестиваль обойдется. Ну, давайте. Ну, блин, вот куча денег потратили сейчас. Если бы тут описалась бы цена и сколько у нас в казне, было бы гораздо проще. Генерал Ковентон, лосось плывущий против течения. Ты уже говоришь. Ты говорил, точнее, об этом. Шептун. Так что забудь. Вроде ничего страшного не случилось, когда я забил на это болт. Не хочу я терять еще кучу армии. Народ считает, что вы хороший король. Нужно повысить налоги. Да-да, придется повысить налоги. Нам нужно напасть на королевство на юге. Их сила растет с каждым днем. Да, придется напасть. Но сейчас, опять же, я немного армии потеряю. Король Запада предлагает купить у нас небольшую часть страны. Небольшую. Вопрос в том, действительно ли небольшую. Ну, давайте рискнем, попробуем. Ну, более-менее нормально. Деньги теперь есть на то. В этом деле нельзя перестраховаться. Нужно нанять больше солдат. Ну вот, и теперь я эти деньги сейчас на солдат потрачу. Давайте. По какой стороне дороги должны идти повозки? По левой, правой. Ну, по правой пусть идут. Мы хотим организовать паломничество к могиле святого Армана. Или Армана. Нет. Блин, и люди снизятся, что ли? Ну, придется, придется соглашаться. Ну, вот теперь опять денег нет. И религия у меня практически на максимум снова. Сраная религия. Королевство Юга заявляет, что вы должны жениться на их принцессе. Отказаться может означать войну. Конечно, конечно. Без проблем. Милорд, почувствуйте райский вкус этого пирога. Мне, кстати, кто-то вписал в комментариях, что лучше бы я попробую. Буду надеяться, это не обман какой-нибудь. Ну-ка. Да, вроде нормально. Сносный пирог. Надеюсь, я не помру через три дня. Шахты полны золота, Милорд. Мы богаты. Я богат. Мы богаты. Милорд, не желаете походиться на кабанов? Ну, чё, от меня лень. Ну, хотя, я не знаю, какой от этого толк будет? Мне кажется, никакого. Так что нет. Люди из западной деревни боятся гоблинов. Кто об этом позаботится? Армия, конечно. Церковь, ты. Так, нужно вспомнить, блин, кто это Леди Лиана. Пусть церковь забудется. Смотрите, у нас практически полный этот крест. Церковь пусть забудется. Слишком много сахара, Милорд. Это вас просто убьёт. Хороший путь. Отойти в мир иной. Нет, давайте откажемся от сахара. Армия Папы берёт под контроль нашу святую землю. Это же рай на земле. Чё? Чё? Так, вы хотите, это не конец, я надеюсь? Вроде нет. Они хотят убить вас. В панике вы убегаете. Вглубь замка открывая неизвестные доселе уголки. А, ну, видимо, это из-за того, короче, что у меня крест полностью заполнился. То есть нужно не только следить, чтобы они не опустились, вот эти вот символы, но ещё и чтобы, по всей видимости, не заполнились. Так, ну, я пока ещё живой, вроде как. Они хотят вас убить. В панике вы убегаете вглубь замка, открывая неизвестные доселе уголки. Продвигаться дальше, развернуться. Давайте пока дальше. Так, и я какой-то эффект получил. Пан или пропал? Назад пути не будет, а в ваше отсутствие королевство неизбежно пойдёт в анархию. А, я опять попал в подземелье. Так, ладно, давайте глянем. Скелет не то кричит, не то зловеще хохочет, и меч у него очень длинный. Так, надо быстро-быстро соображать, убежать, убежать. На стенах можно разглядеть алхимические... Так, мне говорили золото выбирать. Сундук с сокровищем. Давайте откроем. Ключ, отлично, берём. Так, кажется, справа есть двери, но вы в этом не уверены. Продолжать, наверное. Наверное, вы видите дверь слева. Ну, давайте продолжим. Воздух здесь свежее, но пахнет рвотой. Дверь воздуха, дверь мышьяка. Вот дверь мышьяка, говорили, ловушка. Ну, блин, я уже просрал, похоже. Вы чувствуете свежий воздух и видите свет за этой дверью, но она закрыта. Открыть дверь ключом. И мы нашли выход. Ну, хотя бы выход нашли. Вернуться в зам... А, не, смотрите, всё стабилизировалось. Отлично. Спасибо, в общем, тем чувакам, которые писали в комментариях про этот воздух, про дверь золота. Я, на самом деле, в первый раз, когда был в подземелье, подумал, что дверь золота — это ловушка. Типа, я должен якобы подумать, что там золото, а там будет ловушка какая-то. Заманиловка такая. Но нет, видимо. Так, королева Лаурентия, обожаемая людьми и армией, дайте ей больше власти. Так, даём. Мы хотим построить школу в столице для просвещения народа. А, денег у нас нет, чувак, денег у нас маловато. Так что нет, к сожалению. Пока обойдёмся без школы. Тысяча людей совершает паломничество к святому Арману. Мы бы хотели получить из этого доход. Да-да-да, доход нам сейчас пригодится. Чирик? Спасибо. Спасибо. Урожай просто сказочный, милорд. Накормите народ или накормите армию? Накормите народ. Давайте. Я покажу пути, праведные твоим купцам. Узри. Так, ну и снова этот пророк. Прошу, не надо, я заплачу. Не, ну давай, покажи путь. Сир, у нас проблема с... Я заплачу. Нет реакции. С чем проблема? Актурус из Освальда раздразнил скот, Вот пока проповедовал на рынке. Много жертв. М-м-м-м, да. Ладно. Я надеюсь, мы это переживем. Мой король, я беременна, я рожу тебе сына, это мой долг. Ну, может на этот раз-то будет наследник. Ваша королева рожает, но роды слишком тяжелые, мы не можем спасти обоих. Спасать ребенка. Я вижу тысячи кораблей с высокими и крепкими мужами. Я не успел его прочитать. А, я задание выполнил, да. Наконец-то наследник. Так, я вижу тысячи кораблей с высокими и крепкими мужами. Мало ли, о чем мы фантазируем. Ну, давайте генерала пошлем. Зерно сильно подешевело. Милорд, нужно регулировать цену на хлеб. Поднимите немного. Удвойте. Нет, немножко поднимите. Не нужно наглеть. На востоке рыщет голодная рептилия. Пошлите меня для расследования. Блин, я сейчас деньги потрачу, да? Да, ну ладно, иди. На нас напали викинги. Нужно оборонять страну с севера. Защищаемся. Наши коровы дают кровь вместо молока. Рыдает в отчаянии. Священник. Или доктор. Ну, священник, я не знаю, поможет он или нет. Доктор, наверное, нужен. Вообще, ветеринар, конечно. Давайте доктора. Как странно, кажется, это вообще не кровь. В смысле? А что это тогда? Не очень помогло. Пожалуйста, разберись с этим. Амбициозный ящер объединяет баронство, чтобы стать драконом и сокрушить вас. Игнорировать его, либо послать. Ну, давайте попробуем послать армию. Вы удерживаете восточное баронство в состоянии хаоса и беспорядочной власти. Так, ладно. Пойдем вместе на весенний фестиваль. Я могу пригласить своих милых подруг, чтобы развлечь иностранных гостей. Я, по-моему, в прошлый раз согласился или отказался? Если... Вот опять, я не знаю, если я пойду на этот фестиваль, деньги у меня улетучатся или наоборот прибавятся. Ну, давайте попробуем. Ну, блин, опять ошибка. Зря это сделал. Похоже, кровавое коровье молоко было тщательно продуманным розыгрышем принца, вашего сына. Принц Томас. Взять его под стражу. Не, ну под стражу мы его брать не будем, конечно. Или... Или надо бы. Ай, вот, блин, наследничек. Ладно, давайте просто принц Томас. Стража, стража, король приспешник сатаны. Что? Защищайся, изменник. Так, ну вот, мы и влипли. Итак. Если я скажу ему защищайся, изменник, то сейчас, возможно, будет схватка. Ну, давайте попробуем, да. Я наслаждаюсь моментом. Вы двигаетесь так медленно. Так мы никогда не закончим. Никогда. Давайте атакуем. Оп. Не получилось. Никогда не пытался подзаработать на своем исключительном умении махать метлой. Я тебя в порошок сотру. Давайте еще атакуем. Оп. Отлично, отлично, победа. А, погодите, это наш сын? Я только сейчас заметил, что это принц Томас. Я, ты, отец. Забыть, пощадить. Забыть, пощадить. Забыть. Наши враги хотят заключить мирное соглашение. Это лучший способ закончить войну. Да, давайте заключим. Денег у нас маловато. Да и так уже воевать бесконечно. Река капля снова пересохла. Нам нужно построить плотину. У нас денег нет на плотину, так что нет. Слава королю! Сегодня вам исполняется 50 лет. О, как быстро время-то пролетело. 38 лет мы уже у власти. Но вряд ли у меня получится побить мой прошлый рекорд. Так, ладно, молчите или да? Ну да, исполняется что-то поделать. Урожай ужасный. Люди голодают. Все, умоляю, снизьте налоги. Ну, придется снизить, но, похоже, это конец. Если я не снижу налоги, то сейчас все помрут от голода. А если я снижу налоги, то денег у меня вообще не окажется. Ну-ка, давайте попробуем. А, нет, чуть-чуть осталось. У стереки капля опасной болота для путников. Нам нужно хорошенько его почистить. Нет, потому что у меня нет денег. Ну, скорее всего, опять отравятся или что-то типа того. У нас подагра, милорд. Меньше мяса, больше овощей и никаких любовных историй. Окей. Милорд, не хотите ли немного пофехтовать? Я хороший наставник. Давайте сделаем небольшие ставки. Нет, чувак, блин, у меня нет на это времени. Мне нужно как-то заработать. Хотя, может, если бы я его победил, я заработал денег бы немного. Ну, ладно, уже не важно. 43 года уже в власти. Река Капля затапливает большую часть страны. Нам нужна помощь церкви и армии. Ну, пусть, пусть будет. И, похоже, я зря так сделал. Потому что денег у меня теперь вообще нет. И, похоже, это конец. Друзья, я абсолютно уверен, что вытяжка из пиявок, вскормленных кровью девственниц, спасает вас от этого недуга. Почти уверен. Ай, блин, не знаю. Так, а если я откажусь, мне денег дадут или наоборот? Ну, давайте, согласимся. Вы выпиваете зелье от него, вы заболеваете и бредите несколько дней, но подагра не проходит. Внезапно вы чувствуете тяжесть лет. Ну, я, в принципе, так и думал. Это было очевидно, что это бред какой-то. Ну, ладно, попытка не пытка. Ну, и вот, все, конец. 45 лет мы были у власти. Милорд, ваша страна разрушена. Все принадлежит купцам. И, знаете, у меня это основная проблема. Все время это олигархия происходит. 825, кстати, год уже. А, нет, смотрите, сейчас по-другому даже. Вас пытают до смерти, а тело бросает собакам. Ваше имя становится ругательством. Просто жесть какая-то. Ну, ладно, 45 лет. А, погодите, это все-таки рекорд или нет? Похоже, все-таки рекорд. 45 лет у власти. Неплохо, неплохо. Так что, отлично, и новое у нас задание. Поговорить с вазой. Что с вазой? Эм, окей. Что ж, ну, давайте дальше. 13-й король. Это у нас Томас, кстати. Как ни странно. А, слушайте, это может я играю теперь за своего сына? Я же его вроде как не убил или убил? Так, ладно. Гав, тяф, 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 тяф. Согласен с тобой. Королевство Юга заявляет, что вы должны жениться на их принцессе. Да-да-да. Женимся. Это хороший знак. Пьяная компания ваших солдат разорила аббатство. Мы хотим правосудия. Нет. Нет-нет-нет. Гав, гав, гав. Рекс зовет пойти с собой. О, сейчас гриб найдет, наверное. Кайфовый. Будь послушным. Нет, не сюда. Будь послушным. Рекс останавливается. А, оранжевый гриб. А я не помню, что означает оранжевый гриб. Ну, давайте попробуем. Посмотрим. Дающие забвения. С этого момента вы будете знать, к чему приведут ваше решение. Дар или проклятие. И как это будет проявляться? А, вот, смотрите. То, о чем я мечтал, кстати. Блин, ну это наоборот. Классно. Но, похоже, это только на один раз, да? А, нет, смотрите. Ваша жена втайне влюблена в кого-то другого. Ты лжешь. В кого? А, смотрите. Можно сказать, ты лжешь. И немного церкви прибавить. Ну-ка, давайте. Блин, ну так изи, конечно. Хотя, вот сейчас знаки вопрос. Группа людей впала в ярость и охотится на ведьм. Мы можем убивать при необходимости. Ну да, да. Блин, ну снизилась куча людей, конечно. Ну ладно. Очевидно, это помешательство вызвано заражением ржи. Сжечь запасы. Не знаю. Ты уверен? Если мы сожгем запасы, то еще меньше людей будет Но пока не будем, давайте, сжигать А, заражение распространилось и практически вышло из-под контроля Ну, похоже, сейчас все помрут Или нет Теперь люди ищут, кто будет за это отвечать Они убили священника и генерала А, ну ситуация повторяется У меня такая же ситуация уже была Но если бы я сжег все это, мне кажется, я бы сразу проиграл Так, ну давайте, давайте закроем ворота В сообщении говорится, в маленькой деревушке в Восточном Баронстве создали голема Быть того не может, давайте, быть того не может Нужно запоминать, кстати, эти ответы Произошел массовый побег из тюрьмы Нужно организовать розыск Минус 13 И нет, всего понемножку Ну давайте, давайте, армия пока есть Сеньор, на нас напали, бродяги наводнили улицу Улицы Вышвырнуть их? Не трогайте их Ну давайте, вышвырнем Приветствую, Ваше Величество Я хочу написать вам песню У меня отличная мысль Какая? Не сегодня Ну какая у тебя мысль? Военный марш Поднимающий дух наших воинов 10 голды мне это обойдется Ну не 10 голды, может 10% от моей казны Военный Военный марш Хм Ну-ка, а есть что-нибудь другое? Гимн Славящий Небеса Нет, а что-нибудь для народа Народная песня Во, 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 во Давай, давай Вот плюс 5, отлично А нет, погодите, ничего не изменилось Это плюс 5, если я вот это вот выберу Ваш народ голодает, милорд Цена на хлеб слишком высока Минус 10 Ну, давайте снизим Наполовину Рискнем Ваше королевство обеднело и ослабло Мой великодушный друг Может Предложить помощь бесплатно Так, это мы соглашаемся Отлично Как-то вырулили Из ситуации Но пока идет очень тяжко, конечно Мне кажется, долго мы не проживем Неслыханно генерал Ковентон Замечен в постели королевы Кто подлежит казни? Королева Генерал Королева Придется королеву Или генерал Блин, не знаю, не знаю Давайте королеву Вы хотите жениться на принцессе Соседнего королевства? Да-да-да-да-да Отлично Это немного улучшило ситуацию Песня, рассказывающая историю для народа Что думаете, милорд? Песня на века Да более знакома Так Даже не знаю, что выбрать Давайте До более знакома скажем Я глубоко сожалею Что не оправдал Ваших музыкальных ожиданий Милорд Мы с музой Более вас Не побеспокоим Скатертью дорога Прошу, останемся Скатертью дорога Блин, зря я это сделал Посредственные песни Министреля Проверяются на врагах Замечательно Нам построить посольство В соседних странах Это хороший способ Избежать войн Минус 15 Не знаю Блин, у меня, кстати, армии Вообще полно Ладно, давайте Давайте Это переворот Отрекись от престола В мою пользу Ну, началось Генерал Ковентон А я тебя пощадил Ну, понятно, да Потому что у нас опять Заполнилась шкала Что-что Армия закрывает вас С самой высокой башней замка Где вы истлейте До костей и лохмотьев Вот так вот Ну, у Томаса, на самом деле С самого начала Все не задалось Но зато мы посмотрели Что будет, если Заполнится шкала армии То есть мы посмотрели Что будет, если Заполнится шкала Церкви Шкала армии Еще осталась шкала людей И шкала Какая там шкала? А, шкала казны Так, ну, в принципе Нормально, неплохо Мы прожили сколько там Точнее, у власти Пробыли 16 лет Нормально Следующий король У нас кто? Георг 14-й уже король Ладно, на этом Мы, в общем, закончим Всем спасибо за просмотр И увидимся В следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok